Больше 30 тысяч болельщиков поддержали сборную Украины во время поединка с командой Кипра на стадионе Черноморец. И наши футболисты не подкачали с минимальным счетом 1-0, переиграв неуступчивых киприотов. Как это было, видел Александр Тарасенко. Субтитры создавал DimaTorzok Далее темп игры немного упал, и тут за дело принялись болельщики, которые буквально заставляли игроков идти вперед. Поддержка была очень хорошая. Иногда слышали, что заставляли что-то там лучше делать, чем у ребят получалось. Так что спасибо за поддержку, и сегодня действительно 13-й игрок нам помог. Во втором тайме забитых голов зрители не увидели, хотя моменты были, как у одной, так и у другой команды. Наставник киприотов после игры признался, что для его команды сложно было играть при таком большом количестве зрителей. Для нас это была очень хорошая возможность, так как, к сожалению, наши футболисты не привыкли видеть так много народа на стадионе, поэтому для них это был очень хороший опыт. В этой встрече свой дебют на тренерском мостике сборной отметил легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Он сказал, что для его команды эта победа не была легкой. Назвать ее легкой нельзя, побед легких не бывает. Но зато она дала очень много информации для тренерского состава, для того, чтобы можно уже потом смотреть и оценивать футболистов, каких и на будущее. Минимальный счет в матче и несколько опасных моментов у киприотов вызвали серьезные претензии к игрокам украинской сборной. Нападающий нашей команды Андрей Ермоленко честно признался, до оптимальной формы нашим сборникам еще далеко. Первый тайм, наверное, играли получше. Второй тайм, я думаю, что проигрывали подбор и получали очень много контратак. И это не есть хорошо, поэтому нужно, в принципе, разобраться. Вот Кипр все-таки показал, наверное, что не настолько слабая эта команда и то, что они умеют играть в футбол. Подготовка к Евро только начинается, поэтому слабую игру в атаке украинские сборники назвали временным явлением. Это товарищеские матчи, мы все прекрасно понимаем, что это один из этапов подготовки к чемпионату Европы. А уже на самом чемпионате Европы настрой, я думаю, будет запредельный. Этот поединок стал четвертым матчем сборной Украины в Одессе за всю историю. И в нашем городе национальная команда пока ни разу не проигрывала. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ.